За чистое Подмосковье городской округ продолжает борьбу со стихийными свалками. Новые навалы мусора выявляются на землях неразграниченной собственности. Специалисты насчитали 70 незаконных сбросов. Большая часть ликвидирована силами местных служб. По 69 адресам работы выполнены в полном объёме. Вывезено 2832 метров кубических и один адрес находится в работе. Возникают свалки и на территории частных землевладений, и ценных землях сельскохозяйственного значения. По ним работают надзорные органы. Нарушители рискуют остаться без земельных наделов. На оперативном совещании также говорили о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. На эти цели в 2019 году выделено 341 миллиона рублей, заключено 126 контрактов. В частности, капитально ремонтируются две школы и два детских сада. Они откроются не 1 сентября, а чуть позднее, о чём предупредили родителей. Объём работы значительный. На подготовку учреждений образования выделена значительная сумма 341 миллион рублей. Обязательный элемент работы – техническое обслуживание системы отопления. На сегодняшний день 83 образовательных учреждений из 87 приняты и готовы к новому учебному году. Четыре учреждения будут приняты после завершения в них работы по капитальному ремонту. В настоящее время, как я уже до этого, на предыдущем докладе давал до сведения главы, дети в этих учреждениях будут направлены в соседние образовательные учреждения. То есть работа с родителями проведена, все понимают, что это временное неудобство для детей. На совещании подвели итоги первого этапа ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Он завершился 4 августа. По количеству жителей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, округ занял четвертое место в Подмосковье. Это более трех тысяч человек. От муниципалитета подано 1173 уникальных проекта. Более половины из них направлены по номинациям «Прорыв» и «Творческое и духовное наследие». Отдельно хочется отметить, что Щелково находится и в лидерах по количеству отданных голосов за проекты. Более трех тысяч человек оценили социальные инициативы участников премии, что повышает вероятность количества победителей от городского округа Щелково в 2019 году. С 12 августа стартует второй этап премии – презентация проектов в муниципальных образованиях. В городском округе Щелково защита проектов состоится 21 августа и будет проходить с 11 до 16 часов в актовом зале администрации. Имена победителей будут объявлены 4 октября. Все лауреаты получат губернаторский грант в размере ни много ни мало 180 тысяч рублей. 24 августа городский округ Щелково отмечает свой день рождения. В этом году праздник проходит под эгидой 90-летия Щелковского района. Начинается поэтапное украшение территории городского округа. Учреждения культуры приготовили выставочные проекты, анимационные и концертные программы. Один из них посвящен 120-летию железнодорожной станции Щелково. Массовые мероприятия состоятся у нас 24 августа на площади Ленина театральная тематика, театральный фестиваль. Улица Парковая в этом году будет музыкальной и интерактивной на протяжении дня. С 12 до 18 в сквере Пушкина будет историческая тема, отраженная в различных активностях. Мероприятия по случаю дня округа состоятся на 31 улице в Щелкове. Эти улицы коммунальными службами будут тщательно приведены в порядок, вымыты, очищены от несанкционированной рекламы и лишней травы. К дню округа администрация планирует обновить первый участок улицы Пушкина, от Шмидта до Парковой, и завершить последний штрих – Новый молодёжный набережный, выход к Старому мосту, а также реставрация пешеходной части самого моста. Отдельно выделили асфальтирование спуска к набережной Молодёжной. Сейчас работаем над тем, чтобы к 20 августа привести эту территорию в порядок. Особое внимание власти округа акцентируют на обеспечении безопасности в местах массовых гуляний. В том числе будет обращено особое внимание на территории, прилегающие к площадкам праздничной активности. Это ограничение продажи спиртных напитков и прохладительных стеклянной таре. Традиционно поздравят жители гости из городов и районов Побратимов. Своё участие подтвердили представители девяти городов, в том числе Германии, Белоруссии, Польши, Литвы и Молдавии. Михаил Налютов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.